всем привет наконец-то нашел время для очередного видео решил не откладывать видео с в 14 про так как больше всего запросов было именно про это основание в двух словах что можно сказать про это основание по скорости это of основание стрелат карбоном но это вы и так могли вычитать еще вы могли вычитать что это по слоям основания копирует основание батарфляй тима балл c хоть это и так по ощущению немножко ощущение от игры чуть-чуть отличается но она действительно очень похоже что это что касается сравнения с основанием тима балл c что касается моих сравнений я сравнил это основание с вот этим основанием это основание in here 01 про по заявлению производителя вот это основание это полная копия вискария и поиграв им больше месяца я скажу что это так но про него мы обзор сделаем отдельно и потом сделаем сравнение этих оснований отдельно характеристики я думаю опять смысл рассказывать какого-то нету все это можно найти расскажу чисто про ощущение это ракетка меня действительно впечатлила очень сильно по нескольким причинам во первых на ней отлично сидят все типы накладок как бы это странно не звучало я действительно протестировал на ней все типы накладок короткие шипы длинные шипы длинные шипы без губки средние шипы ну и конечно гладкие при этом гладкие опять же на нее ставил тензоры и на нее ставила липучки все играет отлично все играет контрольно для меня это было большим удивлением так как у меня очень много разных оснований и на каждом из оснований те или иные накладки играют лучше хуже ну зависимости от состава от вибрации то на этом основании все хорошо играла что наверное будет опять же очень кстати людям которые часто меняют типы накладок что-то экспериментируют вот на этой основе играла хорошо все еще отличительная особенность вот этого основания что на ней накладки как будто становятся мягче то есть тестировав мягкие накладки на этой доске они становились очень мягкими тестировав жесткие накладки на этой доске они тоже ну по чувству существенно смягчались что считаю плюс опять же для этой основы если вы любите играть жесткими накладками то есть по ощущениям они уже будут не супер жесткими средней жесткости например те же китайские липучки которые изначально настолько жесткие что аж звенят то на этой на основе они будут комфортно сидеть и по ощущениям потеряют пару градусов жесткости точно тоже много видео споров в интернете потому что в описании написано что это основание с достаточно мягким чувством мяча с большой задержкой и много видео комментариев людей которые пишут что нет она не мягкая задержка маленькая ну скорее всего эти люди просто не играли действительно жесткими основаниями с действительно маленькой задержкой меча это например из того что в дальнейшем я тоже выпущу это in he t 4 действительно быстро и действительно очень жесткая с очень маленькой задержкой меча основания и вот по сравнению с т4 вот это основание имеет очень мягкое чувство мяча и очень большую задержку теперь по игровым свойствам что данное сочетание дает по ощущениям как diabetes уже говорил то есть задержка мяча достаточно большая это дает возможность хорошо прокручивать мячи и именно играть через вращение вращение получается действительно очень насыщенная мощная что касается плоской игры то здесь в зависимости конечно от накладок но опять же большая задержка мяча при пассивной игре играет играет против вас так как чем больше задержка мяча тем больше чувствительность к приходящему вращению поэтому данное основание могу советовать игрокам у которых у которых игра выстроена именно на вращении они на мощный они на мощной плоской игре или в игре топ с ударами поиграв этим основанием полтора месяца могу сказать что оно мне понравилось всем тогда будет на аналогичный вопрос почему я играю не этим основанием 0 1 про ответ на самом деле не очень очевидный мне действительно нравится в нем все и по игровым свойствам и по ощущениям кроме ручки для меня неудобная форма ручки а у основания 0 1 про идеальная для меня форма ручки вот и вот и все сравнение но и об этом как сказал уже расскажу в отдельном видео это супер крутое основание за свои деньги она стоит если я не ошибаюсь 50 60 долларов действительно достойный конкурент как я уже и сказал ранее основание бутерфляй тима был а lc и как минимум по ощущениям от игры кажется что действительно стоит должно минимум два раза а то и в три дороже что касается стиля игры то ваша игра должна быть построена на вращениях отлично это основание себя проявляет вот во второй зоне то есть чуть дальше если вы за нее выходите уже сказывается то что все же классов и основание не супер жесткая то есть уже немного не хватает ну во всяком случае мне не хватало помощи полноценно вкручивать перекручивать мечи из дальней зоны при этом у основания очень высокий контроль соответственно любые мечи вы сможете посылать обратно очень точно и там дозировать количество вращения которое вам нужно так что подытожим это контрольная of основания с рилейт карбоном дает мягкое чувство меча и большую задержку для of оснований потому что понятно что если кто-то играет around основаниями или кто-то вообще дэв основаниями играет и скажет возьмет это основание и скажет что нет она жесткая нет она маленькую задержку меча имеет но исходя из своего класса то есть поэтому классифицирую именно для of оснований так что вот такой получился обзор если вам было интересно или у вас есть какие-то еще вопросы по этому основанию вы можете написать их в комментарии соответственно либо в сравнительном ролике про эти два основания либо прям в комментариях я вам отвечу на вопросы по этому основанию если вам видео понравилось поставьте лайк и вы можете поддержать мой канал не только лайком или комментарием а как-то более существенно опять же все есть в описании все увидимся до новых встреч пока а